Довольно неприятный сюрприз ожидал жителей республики в прошлые выходные. Утомительные пробки днём, а к вечеру зима заявила о себе обильным снегопадом, который превратил дороги в сплошной каток за несколько часов. В субботу снегоочистительной техники не было на улицах. Посыпать дорогу начали только в воскресенье. С субботы на воскресенье с полчетвёртого наши сотрудники выехали в спецавтохозяйство и контролировали выпуск и работу этих дорожных коммунальных служб. Получается, как всегда, у нас не хватает техники, не справляется. Работало вчера в воскресенье три автогрейдера, 11 КДМ. Естественно, они не справлялись. Если бы вовремя этот снег убрали, такого гололёда бы хотя бы по магистральным улицам не допустили. Всего за скользкие выходные на дорогах республики случилось 120 аварий. На перевале Пыхта народный журналист снял на телефон развернутый тягач, из-за которого проезд был затруднён. Но в целом, как утверждают в федеральных и региональных дорожных службах, ситуация под контролем. Ситуация на дорогах стабильная, сложная, тяжёлая, но стабильный проезд везде есть. На перевале Пыхта в ночь с субботы на воскресенье было перекрыто движение для большегрузных транспортных средств, чтобы не было коллапса транспортного, из-за которого перекрывается движение и невозможно подъехать снегоуборочным машинам. Днём все дороги и тротуары были по висянему мокрыми и грязными. Однако некоторые водители маршрутного такси с оптимизмом смотрят на проблемные выходные. Работа не была сорвана, как работал транспорт, так и работал. Но в городе, конечно, были пробки. После такого снегопада прибавилась работа и для дворников. Отколоть лёд и расчистить дорогу до подъезда оказалось непростой задачей. Ну, если по-хорошему, то надо вот это все дороги, все обметать. Но если хотя бы то, что у нас народу не хватает, хотя бы вот напротив подъездов, ну, это, можно сказать, некачественная работа в нашей работе, честно говоря. С приходом зимы сотрудники госавтоинспекции призывают быть бдительными на дороге. Уважаемые участники дорожного движения, в связи с плохими метеоусловиями и выпавшими обильными снегопадами, мы обращаем ваше внимание, как водитель транспортных средств, при проезде пешеходных переходов и остановок общественного транспорта, снижать скорость движения, иметь запас тормозного пути и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Некоторые жители все же остались рады минувшим выходным. Для детей первый снег – это отличный повод для того, чтобы слепить снеговика, и не только. Зима, наконец пришла, снеговиков там можно лепить, снежки играть, с горы кататься там на санях. Ну, там новый госк будет скоро, через месяц. Повторного снегопада синоптики на ближайшие недели не прогнозируют. Баир Цедыпов Алдар Домбаев – первая альтернативная.